Про них говорили, что хлопцы хорошо спевают, и первому формированию украинских националистов из УПА на службе вермахта и Абвера дали название «Нахтигаль» – немецкий соловей. Сначала это был батальон из украинских националистов и немецких инструкторов, которые входили в диверсионное подразделение «Брандербург-800». Их предназначением было организовывать диверсии на дорогах в ближайшем советском тылу, коммуникациях и линии связи в первые часы немецкой операции «Барбаросса» в июне 1941 года. Друзья, ребята из Екатеринбурга уже несколько лет подряд выпускают календари с цитатами Сталина. После смерти Иосифа Виссарионовича было придумано множество мифов о нем и о стране советов, и таким нехитрым способом эти календари развенчивают многие из этих мифов. Покупайте календари с цитатами Сталина как для себя, так и в подарок для родных и близких. В магазине есть также множество интересных книг о Сталине и не только. Ссылка будет в описании. Часть из них была переброшена через советско-польскую границу еще до начала боевых действий. Другая часть пересекла границу в авангарде наступающих частей вермахта. Нахтигаль участвовал и во время еврейских погромов во Львове в июне-июле 1941 года. Позже данное формирование перебросили во Франкфурт на Одере на переобучение и переформирование в батальон охранной полиции для дальнейшего участия в антипартизанских акциях на территории Белоруссии и Украины. Немцы заметили у ООНовцев большую склонность и талант к террору, карательным акциям и прочим изуверствам. Они были просто рождены для такой работы. Вот эти люди и составили первый костяк, создаваемый летом 1943 года дивизии СС Галичина, которая изначально задумывалась как исключительно полицейское формирование, не предназначенное для фронта. Контингент дивизии состоял в основном из украинцев, только офицеры штаба и командование дивизии было немецким. Набирали хлопцев отовсюду, где только могли – Ивано-Франковск, Галиция, Львов, Тернополь и, конечно, трудовые лагеря. Основной контингент – это были малограмотные сельские жители Западной Украины. По этой причине с первых же дней в формировании начались проблемы с дисциплиной. Бойцы очень любили текать до родных хат к мамкам, чтобы вкусно поесть и попить горилки, не имея понятия, что такое воинская дисциплина. Служба была им в тягость. В то время идол и пример для подражания хлопцев Степан Бандера уже чалился в немецкой тюрьме Заксенхаузен. И ни о какой украинской автономии и уж тем более государственности и не было и речи. Но хлопцы не роптали, они уже были довольны тем, что их кормят, одевают, да еще дают безнаказанно издеваться над мирными жителями, стрелять в евреев и палить деревню. Осенью 1943 года в дивизию прибывает Фридс Фрайнтег, раньше руливший 4-й полицейской дивизии СС, и начинает вести палочную дисциплину, приводить личный состав формирования в чувства и учить сброд дисциплине. Что-то у Фрайнтега получалось, а что-то не очень, ведь сложно превратить карателей и убийц в элитное боевое подразделение. И поэтому приходилось в основном использовать галичину по прямому назначению, сжечь деревни и стрелять в безоружных. Но немцы народ педантичный, и они хорошо умеют считать, и они не намерены были долго терпеть, что кто-то ест немецкие галеты и тушенку на халяву. Пора было хлопчикам отрабатывать свое финансирование на фронте. Львовско-Сандомировская операция и котел под бродами. Летом 1944 года, после крупной советской наступательной операции «Багратион», для немцев наступили черные дни и висели в рядах вермахта поугасло. Советские фронты рвали оборону немцев на разных направлениях, и пришло время суперакции под названием «10 сталинских ударов», крупных наступательных операций, проводившихся на разных участках Восточного фронта. Командование вермахта немножко переоценило боевые возможности и выучку 14-й дивизии СС Галичина и поручило ей держать оборону в полосе фронта в районе местечка под названием Броды, шириной около 25 километров. Уже 13 июля дивизия оказалась в котле, ее методично обрабатывали огнем артиллерии, сбрасывали приветы с воздуха от авиации, а потом в прорыв пошли советские танки. Позже уцелевшие бойцы дивизии и немецкие офицеры обвиняли в провале друг друга. Немцы, в частности Фридс Фрайнтек, докладывал командованию, что дивизия с первых же часов боя после ударов советских «катюш» и введения в бой механизированных соединений превратилась просто в неуправляемое стадо, которое не подчинялось приказам и бросало оружие, и ни о какой стойкости и удержании позиций не было и речи. Украинские же хлопчики обвиняли немцев из 13-го корпуса вермахта, в состав которого входила дивизия Галичины. Мол, немцы их бросили, уходили с передовой и вообще не считали их за своих. Бросали раненых бойцов Галичины на поле боя и ничем не помогали с эвакуацией дивизии из котла. Даже упомянули тот факт, что как раз 20 июля было совершено покушение на Гитлера и многие солдаты вермахта считали, что фюрера убили и были настолько деморализованы, что бросали оружие и убегали в тыл. Но есть больше оснований верить больше немецкой версии, так как основной удар войск 1-го украинского фронта пришелся по частям 13-го армейского корпуса 4-й танковой армии вермахта, и изначально позиции, занимаемые Галичиной, не были приоритетными целями наступления. Их зацепили, и они по касательной попали под раздачу. Но им хватило и этого. Из воспоминаний шарфюрера 14-й дивизии СС Павла Грицека, в которых он описывает, какой животный ужас испытывали гренадеры дивизии под атаками советских Т-34 и как они бежали и кубарем катились по врагам, становится ясно, что хладнокровные организованное сопротивление пытались оказать как раз немцы, а не как не Галичина. Причины быстрого поражения дивизии очевидны, просто никто не предупредил хлопчиков о новых правилах игры. И не сказал, что у советских солдат не будут связаны руки за спиной, что советские солдаты будут стрелять в ответ. А еще вот парни из Галичины подло скрыли тот факт, что у солдат Красной Армии будут катюши, танки и самолеты. И что самое ужасное, они их будут активно применять. Личный состав Галичины просто не привык к такому. Они привыкли, что в ответ не стреляют. А если стреляют, то мало. Это разрозненные партизанские формирования. И если сложно, то можно запросить под ногу немцев. А тут немцев самих перемалывает наступающий фронт. Им было не до командармов из Галичины. Очень быстро сочевые стрельцы побросали оружие и в ужасе стали бежать. В итоге, к 23 июля, из 11 тысяч личного состава дивизии было уничтожено и лезетов плен более 85%. Часть сумела при помощи немцев вырваться и позже влиться в часть немецкого соединения Хорст-Весель. В августе 1944 года немцы повторно формируют дивизию, передав часть личного состава в дивизию СС Викинг. А другие формирования под брендом Галичина используют в подавлении словацкого восстания и в борьбе с партизанами Тито в Югославии. Последние ошметки дивизии пытались оказать сопротивление в Австрии. Но недолго, часть сдалась в плен английским и американским войскам, часть была перехвачена войсками Красной Армии. В последние дни войны командир дивизии Фридс Фрайнтак покончил с собой. В итоге, союзные войска сдали советской стороне всех взятых в плен из состава дивизии Галичина. Боевой путь у дивизии, мягко говоря, не задался и фронтовых подвигов она не совершала. Опытным войскам 1-го Украинского фронта, наступавшим на Львов и Тернополь летом 44-го года, было по силам перемалывать и уничтожать элитные дивизии Вермахта и СС. А дивизия Галичина на элиту не тянула даже близко, ведь воевать на фронте – это не деревня жечь. Все мы знаем про операцию «Зимняя гроза» и знаем, как из Котельникова рвалась к Сталинграду группа «Армия Дон» под командованием Эриха Манштейна с 12 по 24 декабря 1942 года. Но не все мы знаем про любопытную версию, что Манштейн не очень-то и хотел вытаскивать Паулюса из сталинградского котла. Почему? После Сталинграда в Вермахте была примерно такая же ситуация, как и у нас, когда в котлы попадали армии РКК, то есть искали крайних и переводили стрелки друг на друга. Манштейн в своих мемуаров винил Гитлера, авиацию Геринга, а также очень нелестно прошелся по начальнику штаба 6-й армии Артуру Шмидту. Все знают, что в конце декабря фактически Шмидт рулил войсками в котле, а Паулюс почти самоустранился. Так вот, Манштейн упрекал Шмидта, что тот вел себя пассивно и не очень-то хотел наносить удар изнутри котла навстречу танкам Манштейна, ссылаясь на приказ Гитлера держаться до конца. Мы знаем, что официально группу вермахта Дон остановили наши войска на рубеже реки Мышково, а потом туда подтянулась и 2-я армия Малиновского, и Манштейн прекратил попытки. Так-то она так, но все мы знаем, что Манштейн хоть и любил прихвастнуть и исказить реальность в мемуарах, но при этом был умным, хитрым и опасным врагом, что у него этого не отнять. К моменту остановки операций у него все еще оставались очень солидные силы, а новые и дорогие игрушки в виде тигров еще были не выбиты. Он вполне мог собрать боеспособный кулак и попытаться прорваться. Да, он увидел, что танки Готта уже понесли потери. Да, он увидел, что легко не будет, и у РКК есть резервы, но он еще не знал и другое. Кто мог выйти из Сталинграда? Манштейн понимал, что оттуда выйдет армия уставших, голодных доходяк. Без тяжелого вооружения и пешком нет горючки и техники. Они станут обузой и проблемой, но не реальной боевой силой. Он знал, что пока Паулюс сидит в котле, то все три советские фронта, юго-западный, донской и сталинградский, будут заниматься им и его шестой армией. Но стоит ему вырваться навстречу Манштейну, как советские фронты развернутся и заинтересуются группой армий Дон. Все это Манштейн отлично понимал, стоило так сильно стараться и дожигать столь ценные танки, попадая в советские огневые мешки, чтобы спасти неорганизованную и небоеспособную толпу, которая ничем и не поможет, а лишь привлечет на Манштейна концентрированный советский удар. Конечно, в мемуарах у него виноват Гитлер, Погода и Артур Шмидт. Такие слова ему простят, а вот если бы он сказал, что шестую армию было нецелесообразно и даже опасно спасать, то тогда бы его точно не поняли. По скриптум, это была лишь одна из версий, а не истина, но мне кажется, что она, как и другие, вполне имеет право на жизнь. Так что вот так, дорогие друзья, пишите комментарии, а что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте поставить лайк, подписочку, нажимайте на колокольчик. Всем до скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok